Добро пожаловать обратно в Tenorshare всем. Вышла бета-версия iOS 17, и я использую ее уже несколько часов, она великолепна. Тем не менее, я не думаю, что мне нужно использовать эту нестабильную версию, я хотел бы вернуться к стабильной версии и подождать. Итак, сегодня я покажу вам, ребята, как удалить iOS 17 бета с вашего iPhone без потери данных. Пойдем. Прежде чем мы начнем переходить на более раннюю версию, нам нужно сначала сделать резервную копию данных нашего iPhone. Откройте последнюю версию и чунас, нажмите «Резервное копирование», чтобы создать локальную резервную копию. Если у вас уже есть резервная копия, вы можете пропустить этот шаг. После этого следующая важная вещь – отключить функцию «Найти iPhone» в настройках. Тогда мы можем продолжить. Способ первый – понизить бета-версию iOS 17 секунд помощью Reboot. Это экспертный инструмент для восстановления системы iOS, также содержит функцию понижения версии, проверьте ссылка в описании. После установки Reboot подключите iPhone к ПК или Mac, а затем откройте Reboot. На главной странице выберите кнопки обновления и понижения версии iOS. И выбрать понижение. Теперь необходимо загрузить прошивку iOS 16. Чтобы понизить версию вашего iPhone, нажмите «Загрузить». Дождитесь окончания загрузки, это не займет много времени. После того, как загрузка будет выполнена, нажмите кнопку запуска перехода на более раннюю версию. Продолжать. Reboot начнет понижать версию вашего iPhone до iOS 16. Это может занять некоторое время, потому что это две разные системы генерации, будьте терпеливы. Когда процесс будет завершен, вам нужно будет снова настроить свой iPhone. Я перейду к странице eCloud, здесь вы можете выбрать восстановление данных из eCloud, если у вас есть резервная копия. Если нет, просто продолжайте настраивать его, пока не попадете на домашнюю страницу. Хорошо. Теперь ваш iPhone вернулся к iOS 16, это очень просто и эффективно. Способ второй. Понизить бета-версию iOS 17 секунд помощью eChuness или Finder. Чтобы использовать eChuness или Finder, нам нужно перейти на сайт ipsw.me. Щелкните iPhone и выберите модель iPhone. Затем щелкните файл iOS 16, загрузите его на свой ПК или Mac. Обычно это занимает некоторое время. После завершения загрузки вернитесь в eChuness или Finder. Нажмите клавишу Shift и выберите параметр «Восстановить iPhone». Выберите прошивку, которую вы только что скачали, и нажмите «Открыть». В нем говорится, что eChuness сотрет и восстановит ваш телефон до iOS 16. Нажмите кнопку «Восстановить», затем он начнет понижать версию вашего iPhone до iOS 16. Это займет очень много времени, поэтому я пропущу это. После того, как понижение версии прошло успешно, вам нужно будет снова настроить iPhone. Если у вас есть резервная копия в eCloud, вы можете восстановить ее здесь. Теперь мы можем зайти в eChuness, чтобы вернуть наши данные. Поскольку резервная копия, которую мы создали на iOS 17, несовместима с официальной версией iOS 16.5. Поэтому нам нужно изменить резервную копию, чтобы мы могли ее восстановить. Нажмите клавишу WIN плюс R, введите процент апдейта процент и нажмите «Ок». Теперь мы собираемся компьютер Apple, мобильная синхронизация. Если вы не видите здесь папку «Бикап», введите вместо нее процент «Узер профил процент». Затем зайдите в Apple, Mobile Sync, откройте папку «Бикап». Выбираем нужный нам или самый последний, и попадаем внутрь папки. Прокрутите вниз и найдите файл «Инфо», «Плист». Откройте его блокнотом. Нажмите Ctrl и F, чтобы запустить инструмент поиска. И найдите слово «Продукт». Нажмите «Найти далее», вы увидите, что версия этих данных – 17.0. Что мы собираемся сделать, так это изменить его на iOS 16.5 и сохранить. Затем вернитесь к своему iPhone и убедитесь, что функция «Find my» все еще отключена. Откройте iTunes и нажмите «Восстановить резервную копию». Выберите тот, который мы только что изменили. Нажмите «Восстановить». iTunes начнет восстанавливать все ваши данные из резервной копии. Когда восстановление будет завершено, мы снова увидим экран Hello. Хорошо. Теперь ваш iPhone вернулся к iOS 16, и все данные вашего iPhone все еще там. iOS 17 великолепно, но все еще не так стабильно для обычных пользователей Apple. С нетерпением жду, когда Apple сделает iOS 17 лучше. Надеюсь, это видео будет полезным для вас. Ребята, если у вас возникнут проблемы с понижением версии, оставьте это в комментариях. Увидимся в следующий раз. Пока.